Процветающее государство Путешествие мы совершаем с любопытными энтузиастами, столичными студентами, которые, как и мы, вдохновились государственной программой. Путешествие мы совершаем с любопытными энтузиастами, столичные студенты, которые, как и мы, вдохновились государственной программы. положительно был построен в 12 веке, как усыпальница легендарного Алашахана, имя которого связывает с возникновением трех казахских жузов. Это величественное сооружение, созданное неизвестными средневековыми мастерами. Все здание построено из особого обожженного кирпича. Для оформления оконных проемов и дверей древние строители использовали дерево. По народному преданию Алашахан был справедливым правителем, храбрым и смелым, предводителем казахских племен. По некоторым данным, мавзолей Алашахана является первым сооружением, которое построили сразу после образования казахского ханства. Это святыня не только нашей земли, но и всего тюркского мира. Историческое здание возвышается на 10 метров в высоту, над Улутаусской степи. Культовый монумент, привлекая туристов и паломников со всей Азии, поражает и то, что пять столетий под горячим степным солнцем практически не отразились на его внешнем виде. Более того, уникальные инженерные решения, применимые строителями мавзолея, позволили спустя столь длительное время сохранить его внутреннее убранство. Говорят, даже в 30-ти градусную жару внутри него прохладно, температура не превышает 20 градусов по Цельсию. Интересная особенность мавзолея. Внутри строения имеется винтовая лестница, поднявшись по которой и, пройдя по узким коридорам, вы выходите на крышу, откуда открывается замечательный вид. А об особенностях сооружения мы узнали у осведомленных в данной сфере людей. Аллашахан считается предком основателей казахского ханства, Кирея и жены Бека, прародителем всех казахов. Его мавзолей – это уникальное сооружение с необычным архитектурным решением. Оно сохранено до наших времен с 13-14 веков. Это говорит о высоком качестве использованных пристройки материалов. Кстати говоря, технология изготовления кирпичей все еще неизвестна. В мавзолее не так давно проходили реставрационные работы, поэтому вы можете увидеть как родные, так и современные кирпичи. К северу от мавзолея расположен некрополь – более 20 погребальных сооружений, датирующийся поздним средневековьем, новым временем. Это редко встречающиеся в Казахстане глиняные мавзолеи. Совершить визит в священные места силы, овеянного множеством легенд края Улутау – великая мечта. Но сегодня она стала явью для многих из нас. Путешествие продолжается. Мы держим курс по направлению поселка Жизде, где находится музей истории горного и плавильного дела имени Макена Торигельдина. Уникальность учреждения в интересной подаче экспонатов, которые размещены прямо во дворе музея. Музей в Жизде, на территории которого расположилась выставка под открытым небом, является единственным в своем роде в Центральной Азии. Уникальные музейные экспонаты и макеты древнего оборудования словно наглядно свидетельствуют о том, что в нашем регионе было хорошо развито производство. Музей поселка Жизде действует на основе производства. К примеру, перед вами печь для плавки меди, которая, кстати, находится в рабочем состоянии. Каждый человек сам выбирает для себя сакральные места. Металлургическое дело – часть этого края на протяжении ста лет. Поэтому интерес к музею не угасает, а коллекции пополняются новыми экспонатами. История не стоит неподвижна. В 1994 году, в начале ноября, музей посетил президент страны Нурсултан Назарбаев. Президент собственноручно отлил из полученной бронзы экспонат для музея. Это единственный музей, который по своей тематике и экспозиции показывает историю горнородного дела. Экспонаты, расположенные под открытым небом, показывают принадлежность металлургии к бронзовому веку. Очень увлекательная экскурсия. Хотелось бы задержаться здесь еще немного, окунуться в историю, но пора исследовать регион дальше. Следующая точка нашего маршрута – историко-культурный природный заповедник, который находится в поселке Улытау. Расположился населенный пункт рядом с одноименным мелкосопочным массивом, уникальным в природном и историко-культурном отношении – участке Центрального Казахстана. К сведению, это географический центр страны. Сотрудники музея-заповедника озвучивают очень важную миссию – трансляция евразийско-исторического феномена культуры Улытау в мировое сообщество. Не знаем, как со всем остальным миром, но 120 студентов из Астаны никогда не забудут свое посещение колыбели казахской нации. И теперь, когда мы побывали на памятниках древней архитектуры, в музеях, время прикоснуться к главной природно-ландшафтной достопримечательности – к поверхности гранитного склона. Этот горный массив сравнивают со всемирно известными горами. Центр Золотой Орды, центр всей Великой Степи – Улытау. Величие древних гор тесно связано с историей нашей Родины. Это место было ставкой великих ханов. Но Улытау богат не только историей, но и славится как край – родники, воздухи, травы, которые могут принести исцеление. Однажды легендарный философ Ижерау XIV века Асан Кайгэ в поисках рая на земле оказался на Улытау. Он дал название этой земле – Жеруик – священная земля. Место, где не будет войн и вражды, где будет мир и доброта, где казахский народ будет счастлив, где будет царить равенство и справедливость, а именно на широких просторах Улытау. Он похоронен на вершине склона Аулиетау. Кстати, эта легендарная гора – самая высокая точка Улытау. Ее высота – 1138 метров. Мы забрались на несколько возвышенностей, полюбовались панорамой на гранитные волны. Рощи танцующих берез, родники. К одному из них издалека приезжают паломники. Вода – источник исцеляет от болезней. Столичные студенты не могут сдержать восторга и трепета. Так действует на них знакомство с древней землей, откуда берет начало современная нация. На территории всего Улытауского района находится 636 разновременных памятников, 282 из которых занесены в историко-культурную карту фонда заповедника-музея Улытау. Мы отправляемся обратно. Поезд Жизказган-Астана уже заждался нас. По приезду в столицу кураторы групп подвели итоги поездки и выявили талантливых студентов, которые на протяжении всей экспедиции рассказывали о своих впечатлениях в соцсетях. Победители конкурса посетили вместе с нами завтрак с ректором. Эта программа у нас существует в нашем университете уже четвертый год. Она появилась в связи с тем, что мы поняли и мы понимаем о том, что одна из главных ролей университетов и образовательных учреждений это не только теоретическая подготовка, то есть не только обучение с знанием каким-то, но и также воспитание. Воспитание патриотичности, в первую очередь, любви к своей родине. Знание своей истории, традиции, культуры. Для студентов участие в экспедиции по сакральным памятникам Улы-Тау стало настоящим событием. В первую очередь я хочу выразить огромнейшую благодарность Рухани Жангру и моему любимому университету за предоставленную возможность побывать в самых исторических, самых священных местах моей родины. Мы в рамках программы Рухани Жангру съездили на историческое сакральное место Улы-Тау. На самом деле я там была в первый раз, мне очень понравилось, осталось такое приятное впечатление. Историки и краеведы Казахстана внесли в список сакральных мест не только памятники Улы-Тау. Это более ста историко-культурных объектов. Наша съемочная группа продолжит рассказывать о святых и значимых местах большой страны. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова